Вы слушаете радио Болтком Утро на Болтком Добрый утро Я звоню на передачу Сейчас по телевидению идет С нашпиным передачу С полярником С полярником не сможем А мне послышалось с паяльником С паяльником это к 90-м Пожалуйста Речь пойдет о наследии 90-х Все правильно Я даже почти не оговорился Если кто помнит На улице Крышина Барна в Риге Был такой дворец спорта Когда-то в нем занимались Фигурным катанием Спортивные Когда-то в нем Динамо Рига всех побеждала Я с папой ходил на игры Сарауи кричали А я с мамой ходил покупать То, что продавалось А я там подрабатывал Одно из первых мест моей работы Еще школьником На этом базарчике Во дворце спорта стоял Что-то там продавал А примеряйте, пожалуйста, на картончик Было в моей жизни такое Так вот, снесли Снесли этот дворец спорта Снесли его Господи, в каком году? В 2008-м Тогда это называлось Национальная спортивная база Чтобы построить бизнес-центр Но проект до сих пор не реализован Стоит такой пустырь Прямо скажем, некрасивый В общем-то, в историческом центре Что же с ним делать? Что же с ним делать? И нашлась группа инициативных граждан Под названием Спортопилсдарзы Казалось бы Причем здесь сады Причем здесь Грядки с огородами А именно они Там и появятся То есть идет обратный процесс Опять же, если кто помнит На улице нынешней Сканстес Были, помимо ипподрома Маленькие огородики Потом их снесли Потому что город разрастался Нужны были места Под строительство И жилых домов И улицу проложили И бизнес-центр там сейчас Прямо Манхэттен у нас возрастает Но тем не менее Процессы они возвращаются периодически История, как известно Повторяется по спирали И вот на примере Вот этого Дворца спорта Мы видим, что Группа инициативных граждан Решила отдать вот это место Под частные садики Под частные огородики И более 140 договоров Уже заключено И работа начинается И один из участников Этого проекта Вот сейчас мы У нас на связи Но у нас есть звонок Еще один Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Вы меня позже подключили Сейчас телевидение Нет, спасибо До свидания Все-таки паяльник Так вот Юрий Кошкин Художник Один член Вот этого движения Благодаря которым Появятся огороды На улице Крашенобарна С нами на связи Доброе утро Юрий Здравствуйте Здравствуйте Ну расскажите, пожалуйста Вам слово Мы пока с Олегом Передохнем Как действительно Появилась идея Почему вам кажется Ваша инициативная группа Это важным И нужным Я начну с того Что я не являюсь Основной частью команды Людей Которые организовывают Эти сады Я являюсь другом Этих садов Поэтому буду говорить Больше Не столько От своего лица Сколько от лица Тех людей Которые организовывают Проект Которые Но у вас есть там Там свой участочек Под редиску Под морковку Да У меня целых Пять Пять ящиков Меня будут ждать В скором будущем Когда Ситуация В стране С эпидемией Этого разрешит Меня будут ждать Целых Пять ящиков Которых я смогу Сделать Все, что мне нравится Посадить там Цветы Редисочку Ну или Сделать инсталляцию Сама идея Этого проекта Родилась У Ренаты Пранцана Которая Поехала Какое-то время Назад В Нью-Йорк На Чтобы получить Образование В области Искусства И там Заразилась Идея Того Чтобы создавать Сады В городской Среде Во многом Оно Это продолжение Идеи Которые Возникли В Нью-Йорке Еще в 70-х годах О том Как можно Озеленить Городскую Среду И Эти проекты Эти инициативы Чаще всего Возникают Как это было И в случае Ли Скрист Возникают Из Самой обыкновенной Инициативы Городских Жителей Сделать что-то Со средой Которой Они В Которой Они Живут Вы Наверняка Имейте Ввиду Партизанское Садоводство Оно же Горилла Гарденинг Да Вот это Вот движение Да Это именно Партизанское Садоводство Оно Выросло Из таких Партизанских Садоводств В наше В наше Время Существует Уже Очень Много Разных Проектов Которые Работают В том числе И Институционально В Латвии Например Подобными Проектами Занимается Латвийский Фонд Природы Но То что Касается Именно Садов Дворца Спорта Это Да Эта идея Во многом Выросла Именно Из Партизанских Садоводов Ой По-моему Рустам Галич Когда Приезжал В Ригу У него Есть Какой-то Домик В Нью-Йорке И Есть Там Маленький Огородик Он тоже Рассказывал Меня удивляло Вроде бы Бешеная же Стоимость Земли Насколько Рационально Использовать Ее Под огороды Если Вроде Казалось Я бы Сказал Две Большие Разницы То Движение Которым Рассказывает Юрий Вот Это Партизанское Садоводство Это наоборот Это Озеленение Неиспользуемых Заброшенных Территорий Людьми Которые Не имели На них Права Собственности И упомянутая Лиз Кристи Своими Сообщниками Они просто Разбрасывали Семена Культурных Растений Вот в этом Бескультурном Так сказать Пространстве Потом уже Был Некий Адам Перл Который На Манхэттене Сейчас Сейчас У меня даже Где же Где же Где же В течение 25 лет Он засадил Сад Он назвал его Райский сад 1400 квадратных метров Он был площадью В виде концентрических Кругов В 86 году Городским властям Нью-Йорка Потребовалось 75 минут Чтобы Разрушить Его вот этот вот Сад Создаваемый В течение 25 лет Под застройку Жилыми Домами Но движение Вот этих Партизанских Садоводов Оно Живет И расцветает В том же самом Лондоне Есть такой Стив Уин Он например Последние 5 лет Создает Миниатюрные Композиции В трещинах Асфальта Да Поэтому Это не просто Огородик Где-то на окраине Или в центре Это прямо Еще один был Художник Который В клумбу В парках Подбрасывал Различные Вот эти Огородные растения Ну я не знаю Условно там Огурцы Помидоры И вот Растут там Какие-нибудь цветы Лилии Или что там еще Может цвести В центре города И вдруг Выпирает оттуда Я не знаю Куст с помидорами Да Вот такое движение было Юрий Извините Как-то Украли у вас Сцену С эфиром Слушайте Смотрите Когда вот эта вот Вся идея началась Это было больше Года назад Было тепло И светило солнце Кажется Это была весна Прошлого года Я сам ходил На первое собрание На вот эту Территорию Бывшего дворца Спорта И тоже Записался А вот у кого-то Будет возможность Поставить 5 ящиков А меня например Не позвали А почему Ни на субботник Ни на вот Обошли Ни грядку Мне не выделили То есть получается Что 140 и больше Никого не берете Да Кстати Можно еще записаться 140 связано С количеством Квадратных метров Которые отведены Под Под Сады И огороды Потому что Центральная часть Используется Как публичная территория Там будет разбит парк Который будет Доступен Всем жителям города Во всем остальном Это Честный принцип Того Кто Первый записался Скажем так Потому что Есть определенные Ограничения С количеством людей Которые связаны Также с Эпидемиологической ситуацией Скажем Сколько людей Может участвовать Ну это понятно И что И действительно Были субботники Вы вычищали Эту территорию Все произошло Абсолютно Ну как и весь проект Так и вся инициатива Это Это абсолютная инициатива Просто Нескольких жителей города Как это все началось Это просто Инициатива Нескольких жителей города Которые Как Рената Прансена Видят Эту территорию Из окна Своего дома Она ее увидела И у нее возникла Эта идея Пробуем подарника Тут кто-то прозванивается Здравствуйте Полярник с паяльником Здравствуйте Доброе утро Насколько я понимаю Садики и огородики Это не очень богатые люди У меня тогда вопрос Кто будет платить Налог за эту землю Тем более В центре города И кто будет платить За воду За полив Воды же многие И кто будет Охранять эти садики И огородики Отличные вопросы Спасибо огромное Три вопроса Все это делаем Сами Все абсолютно Происходит За За свой счет И за За счет Своих сил То есть Мы сами Оплачиваем Расходы На воду Сами Начнем с того Что мы сами Расчистили территорию Своими силами Сами Сами Организовываем Работу И план Как мы Все Как мы Между друг с другом Работаем Какой-то План на год На сезон И сами Отвечаем За то Как мы Поддерживаем Порядок Внутри Этой территории Я напомню Мы беседуем С Юрием Кошкиным Художником И тема Разговора На месте Бывшего Дворца Спорта На улице Крышбарна В столице Будут разбиты Частные Маленькие Огородики Грядки Буквально По несколько Квадратных Метров Юрий Ну Помимо Того Что Понятно Что Это ваши Все-таки Как Непонятно Дотянуть Шланги Откуда Брать Воду Кому Подключаться Или С собой Будете Переносить В Бунжах Нет Ну Там Есть Какие-то Все-таки Коммуникации Сохранились Там Был Говорец Спорта Соответственно Там Сохранились Коммуникации К ним Естественно Нужно Подключаться Это Приведение Каких-то Несколько Точек Подвода Воды По территории Которым Будут Подводиться Шланги Естественно Есть Какая-то Определенная Техническая Работа Которую Нужно Привести Юрий Прошу Прощения Олег Что Интересно На самом Деле То есть Территория Достаточно Обширная В Центре Города Когда-то Владельцами Земли По-моему От планов Они не Отказались Было Желание Вложить 100 миллионов Евро В новый Проект Построить Действительно Жилые Офисные Помещения Сколько Ваш Проект Продлится Как Вы Вообще Смогли С ними Договориться С владельцами Земли О том Будут Огороды Насколько Лет Этот Проект Рассчитан Не на веки Вечные Ни 10 Ни 15 Ни 20 Сколько Год Два Ваши Грядки Там Простоят Да Здесь Нужно Во-первых Упомянуть То Что Этот Проект Вызвал Необычайно Отзывчивость Со стороны Тех Кому Принадлежит Земля Тех Кто Живет В городе Потому Что Было Проект Сбора Денег На то Чтобы Совершать Технические Работы И на этот Проект Жертвовали Люди Не только Те Которые У которых Реально Есть Возможность Сделать Там Садики Но и Те Которые В принципе Даже Не хотят Делать Содержать Огород Но которые Жертвовали На сам Проект Потому Что Он имеет Для них Какое-то Значение Определенное Как Для Жителей Города И Этот Проект Он Да Почему Я тоже Говорил Что Он Соответствует Тому Что Green Gorillas Потому Что Это Проект Временный Улучшение Какой-то Определенной Территории Которая На данный Момент Просто Простаивает Потому Что Хозяева Этой Территории Были Тоже Очень Обзывчивы Чтобы Дать Эту Территорию На 3 Года На 3 Года Рассчитан Но в То же Самое Время Этот Проект Планируется Таким Образом Не Конструкции Которые Там Остаются Навсегда Которые Нужно Каким-то Образом Там Просто Снести И уничтожить Это Мобильные Ящики Которые Можно Перевести В случае Необходимости А Это Будут Ящики С землей А Не Грядки Прям В земле Внутри Ладно В таком Случай Если Вы Говорите Что Проект Рассчитан На 3 Года Вы Планировали Уже Куда Были Мысли Куда Переехать По Истечении Этого Срока Мне Кажется Что На данный Момент Конкретных Мест Нет Этот Проект Нужно Сначала Запустить Он Уже Имеет Очень Большую Отзывчивость Но На самом деле Он Еще Не Начался В том Виде В котором Огороды Уже Существуют Поэтому Ему Нужно Начаться И Продлиться И В Истечение 3 Лет Будет Понятно Если Отзывчивость Продолжается Если Есть Отзывчивость Со стороны Города И Горожан Тогда Будет Иметь Смысл Продолжать Да Естественно Я думаю Тогда И место Найдется Точно Так же Как Появилось Это Место И Была Отзывчивость Хозяев Территории Вот Пишут Нам Художникам Нужны Инсталляции Чтобы Прославиться Для Кого Нужны Для Этого Нужны Свободные Площадки Для Этих Инсталляций Вип Огород То есть Это Ну Намек На то Что Может быть Здесь Пытаются Прославиться Люди Выпендриваются Вот Чтоб Делом Занимались Пошли На Завод Детали Тачали Ну Вот В таком Наверное Стиле Еще Одна Кстати Здесь Сразу В Германии Испании Разрешается На пустырях Между Домами Выращивать Огородики Это Не Новая Идея Можно Выращивать Овощи Возле Своего Многоэтажного Дома Это Вот Пример Для детей И пенсионеров Но я понимаю Что все-таки Если я Вот Выйду В свой Дворик И попытаюсь Там что-то Сажать Вряд ли Мне это Разрешат Ну Кстати Интересный Вопрос То что Кто-нибудь Прилетит Эти зерна Склюет Ну Мне кажется Это скорее Произойдет Или Собака Сгрызет Росток Всякое Может быть А может и Получится Может поставим Может быть Вырастим Там Клубнику Надо Семян Купить Прямо Здесь На Волдемар И засадим Что-нибудь Засеем Юрий Скажите Пожалуйста В продолжение Темы Облагораживания Заброшенных Территорий Ваш взгляд Как художника На город Какие Районы Какие Кварталы Нуждаются В облагораживании В первую очередь Периферия Или центр Или заброшенные Промышленные Зоны Что Можно было в этом сделать Какие еще есть примеры Интересные на свете Мне сложно ответить Выделить какие-то Определенные районы Мне кажется Это очень Очень зависит От конкретной Ситуации В каждом районе Где есть Какие-то места Которые Простаивают Или деградированы Их всегда Можно Улучшить Но это Не касается Только деградированных Мест Поэтому Я в данном случае Не могу выделить Ни Ни Центр Города Ни Мы видим И в центре города Может стоять Огромная территория Которая просто Простаивает И которую Можно применить В очень Хорошем Виде Есть Интересные Примеры Даже не только В мире Мне наверное Больше было бы Интересно Отметить Именно Латвию Например Тот же самый Уже упомянутый Фонд Природы Латвии Который Занимается Проектом Который Называется Grass Life Это проект Европейской комиссии Который Латвийский фонд Природы Реализовывает В Латвии Они занимаются Восстановлением Естественных полей В Латвии И Одна из частей Этого проекта Это восстановление Естественных полей В городских зонах То есть Это квадратный метр Городского поля Практически Каждый Может это сделать Заказать Квадратный Сделать Квадратный Метр Ящик С землей Заказать Семена У Латвийского Фонда Природы Которые Помогут Посадить их И таким образом Останавливают Например Коридоры Для пчел В городской Среде Точно так же Они продолжают Заниматься Городскими Восстановлением Городских полей Именно В микрорайонах Города Известны По-моему Примеры Когда на крышах Пытались Домов Создавать Под подобные Какие-то Ну не знаю Огороды Не огороды Сады Ну и Улья И даже В центре Города Вот запамятовал Две точки Точно было Это Крыша Театра Дайлас Где были Установлены Улья И то ли ЛМТ То ли Какой-то Банк Может быть Юрий Вы мне Поможете Вспомнить Где еще У нас Была такая Пасека Импровизированная Я Не смогу Помочь Этим вопросом Где была еще Импровизированная Пасека Но я могу Предположить Что это Именно связано С тем Что в городских В городах Нередко Пытаются Установить Пчел Коридоры Для пчел Потому что На самом деле Из городских Лип Можно собрать Один из Самых чистых Медов Ну как ни странно Да Скажем В том же Загазованном Как казалось бы Мегаполисе Лондоне На крыше Известного Универмага Фортумен Мэйсон У них есть Тоже Своя пасека И они продают Ну там Магазин Чаев Печенья Всяких И подобной Кулинарии И Каждый год Мед Урожай Свежего Как это называется Продают Как раз Вопрос остался Еще от слушательницы Охрана урожая Вот как вы Собираетесь Охранять Ну вот даже Здесь Не просто Практический вопрос Но от Вандализма Актов вандализма Хулиганов Которые просто Ну вот Идут И хочется им Вытоптать Эти грядки Или это Ну Залить Какой-нибудь Вандализм Он 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 Сделает Он Он Или Она Но мы Сразу договаривались Еще на первых Собраниях О том что Этот проект Городских Садов Это не просто Проект Частных Огородиков на загороженной территории, где мы никого не пускаем. Это городской социальный проект. Поэтому мы... Одна из самых основных идей, что эта территория открыта для всех горожан. Да, есть эти 140 человек, которые в порядке очереди получили доступ к своим огородикам, но в целом вся эта территория городских садов, дворца спорта, это открытая территория для всех горожан. Это была основная идея открыть эту территорию для людей города. То есть к лету забор будет снесен, вы хотите сказать, и это будет действительно проходная, свободная территория, открытая? Забор останется, но туда могут заходить люди. То есть он будет закрываться на ночь, но у него будут открытые дни. Этот вопрос еще решает основная команда, которая работает над этим проектом. Как это будет? Либо это будут какие-то очень конкретные часы, но это будет совершенно точно открытая территория для всех жителей города. И поэтому на самых первых собраниях мы понимали проблемы того, что кто-то может прийти, съесть мой помидор, или вытоптать его просто по каким-то своим причинам. Но вы будете объяснять, что этот помидор условно говоря чужой, что его нельзя срывать, там какие-то таблички, поясняющие... Я не знаю, насколько это можно именно так пояснять, может быть. Ну, то есть акцент на самосознательности. Юрий, у нас звонок есть, давайте примем сообща. Доброе утро. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, связанный с экологией. Везде говорят, и всем известно, что ближе 200 метров от проезжей части, там, где интенсивное движение транспорта, там вообще все, что вырастает, это вредно к употреблению в пищу. А для чего тогда вообще все это подумано? Ясно. Юрий, у вас есть ответ? Я не эксперт в экологии, это я могу сразу отметить, но есть есть такая вещь, что это естественный эксперимент. Весь этот проект, это эксперимент, и никто не принужден выращивать там что-то, что нужно обязательно есть. Ты можешь там точно так же выращивать цветы, потому что основная идея заключается в том, что у тебя есть, как у городского жителя, какая-то своя маленькая территория, где ты можешь прийти и заниматься садоводством. Есть или не есть тот помидор, который ты вырастил, это вопрос, наверное, личного характера, ну и тому, что мы, естественно, хотим поработать с какими-то специалистами, которые могут провести экспертизу, например, можно ли есть и не вредно ли есть то, что мы выращиваем в этих садах, но это можно сделать только когда мы что-то вывести. Ну, в общем-то, справедливое замечание. Ну и вот здесь, прямо подводя итог, пишет кто-то, даже если идея может быть и неудачная, а прогрессом все равно движут идеи, желаю вам удачи, вот прямо кто-то пишет. Прекрасное пожелание. Юрий, огромное спасибо, что нашли время в эти с нами на связь. Напоминаю, мы беседовали с Юрием Кошкиным о проекте даже не огородов, скорее садочков, таких вот грядок. В самом центре Риги, на месте дворца спорта на улице Крышина-Баррена, в скором времени будут разбиты 140 грядок по числу участников вот этого замечательного эксперимента, а на мой взгляд, он действительно замечательный, и пускай и в центре города, на заброшенной территории, вырастет что-то красивое и хорошее, что будет радовать всех. Спасибо большое, Юрий, хорошего дня вам. Хорошего дня, Юрий. До свидания. Ну, а мы буквально через несколько секунд продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok